В Ноябрьске началось строительство нового здания ОМВД. Под своей крышей оно объединит 270 человек. Это специалисты самых разных служб городского отдела ведомства. Проект обошелся в несколько сотен миллионов рублей, причем львиную долю этих средств, а именно 95%, выделили власти региона. На стройплощадке сегодня побывал Кирилл Мигель и ему слово. Пять этажей и 10 тысяч квадратных метров – практически подарок к 30-летнему юбилею. Строительство нового здания ОМВД началось. Вот так по проекту оно будет выглядеть, вернее, примерно так. Проектировщики подготовили уже шесть вариантов фасада, но ни один пока не утвержден окончательно. Общая картинка как бы понятна, но окончательный проект еще… Сейчас все разрабатывается. И именно фасад какой будет, нам еще полностью неизвестен. Проектировщики работают с ОМВД почти каждый день. А тем временем на стройплощадке вовсю кипит работа. Строители возводят, так сказать, каркас. Контракт был заключен еще в июле прошлого года, но разрешение на работу подрядчик получил только в декабре. Здесь уже установлены колонны цоколей первого этажа, на двух уровнях перекрыт пол, идет подготовка к монтажу железобетонных конструкций. Основное здание будет соединено с тем, которое уже эксплуатируется воздушным переходом. И поминались, конечно, функциональные помещения. Если в старом проекте у нас в здании был техэтаж, цокольный этаж, то сейчас там и стрелковые тиры, и тренажерные. Строительство было заморожено в 2006 году, с 2006 по 2013, то есть очень много изменилось норм, снипов, по электрике, по сантехнике, по вентиляции, по размещению, по санпины новые. В связи с этим идет перепланирование полностью внутри здания, что за собой ведет полностью изменение всех коммуникаций и всего остального. Сейчас службы ОМВД разбросаны практически по всему городу. ГИБДД на промзоне, там же отдел лицензирования. Сразу за головным зданием ведомства, полиция общественной безопасности, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и ППС. Это, можно сказать, болевая точка ноябрьского отдела Министерства внутренних дел. Совдеповское здание уже давно пора снести, говорят полицейские. Но они все еще вынуждены нести службу в полуразвалившейся двухэтажке. Противоположная фасаду стена здесь держится на честном слове. Если бы не подпорки, она бы уже давно просто рухнула. В том здании, где располагаются эти вышеперечисленные службы, оно на сегодняшний день не соответствует никаким характеристикам. Ну, конечно, и пожароопасно. И само здание, оно в такой степени уже веское и аварийное. На сегодняшний день давно уже нужно решать вопрос о строительстве и перемещении. Да, что тут более комфортные условия работы. Решили. Цена этого вопроса, к слову, составила 389 миллионов рублей. Работа, говорят строители, идет по графику и без всяких сбоев. Но, тем не менее, отметить 30-летний юбилей в новом здании ноябрьские полицейские, увы, не смогут. Отмечать будут уже в мае, а ориентировочные сроки сдачи объекта – конец 2014 года. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города.